Музыка Я вот как пришёл, еврей, типичный блондинистый еврей Сам ты еврей Ты-то на кого похож? Типичный бронетистый цыган В фильмографии Льва Вайнштейна не так много работ Всего 8 фильмов И только одна главная роль В картине хроника пикирующего бомбардировщика Причиной этому послужил его переезд в другую страну В поисках лучшей жизни Что же нашёл актёр на чужбине И как жилось советским артистам-эмигрантам Лев Яковлевич Вайнштейн родился 1 января 1941 года в Москве Детство будущего актёра было нелёгким Первые месяцы прошли во всеобщей атмосфере напряжения и страха Когда мальчику было чуть больше года Его вместе с матерью отправили в эвакуацию Отец ушёл на фронт И больше о нём ничего не известно После войны семья вернулась обратно в Москву И поселилась в коммунальной квартире Лев рос активным, озорным и здоровым ребёнком Любил гонять мяч во дворе И цеплять за косы девчонок Одна из этих девчонок и пригласила Вайнштейна В районный театральный кружок Поскольку там не доставало парней Театр стал для Льва настоящим открытием Первая постановка, которую посмотрела Лев Была одновременно его дебютом на сцене Попасть вот так сразу в театральный мир Оказалось очень волнующим событием И с этого момента игра на сцене захватила его целиком и полностью Закончив школу, Лев без проблем поступил в ГИТИС Во время обучения ему удалось сняться в нескольких фильмах «Двадцать лет спустя», «Крылья», «Республика Шкит» И исполнить главную роль в картине Хроника пикирующего бомбардировщика Казалось бы, неплохое начало для молодого артиста Но с небольшим опозданием вышла рецензия на фильм «Республика Шкит» В которой юных актёров обвинили в плохой игре А задумку режиссёра назвали неправдоподобной «Подобные подростки-беспризорники, отъявленные хулиганы, бандиты и разбойники Не могут за один день стать хорошими людьми Картина не имеет в себе здравого смысла», — написал критик Лев, будучи человеком очень восприимчивым, сильно переживал В следующие пять лет он не сыграл ни одной большой роли Но не потому, что его не звали Предложение было «Хоть отбавляй» Однако актёр так боялся нового провала, что почти всем отказывал А потом и вовсе решил сбежать туда, где его никто не знает И в 1973 году Вайнштейн переехал в Нью-Йорк С первых же дней своего пребывания в чужой стране актёр начал обивать пороги театров и киностудий Но всюду получал отказ В США Лев подрабатывал официантом, таксистом, швейцаром, уборщиком, кем угодно Параллельно продолжал поиски творческих вакансий В конце концов, поняв, что Нью-Йорк попросту не хочет принимать иммигранта Вайнштейн предпринимает новую попытку начать всё с чистого листа И переезжает в Вашингтон Здесь его дела пошли немного получше Поскольку Лев в достаточной мере овладел английским языком и имел представление о культуре Его приняли на радиостанцию в передачу о театре и кино Заведя много полезных знакомств, Лев Вайнштейн организовал собственную театральную студию Где ставил спектакли по произведениям русских классиков Эти спектакли пользовались популярностью И вскоре студия Вайнштейна встала на один уровень с небольшими, но известными театрами Вашингтона В 1988 году Лев приехал с визитом в Москву На одном из вечеров режиссёр фильма «Республика Шкит» Геннадий Полока Предложил бывшему советскому актёру сыграть в фильме «А был ли каротин?» Вайнштейн обещал подумать и уехал обратно в Америку Предложение снова поработать в Советском Союзе очень сильно взволновало Льва Яковлевича Вернувшись домой, он стал готовиться к следующей поездке в Москву, чтобы принять участие в съёмках Но судьба распорядилась иначе От пережитого волнения сердце актёра дало сбой и случился инфаркт Лев сообщил режиссёру, что вынужден отказаться по состоянию здоровья от съёмок И из-за стресса его организм не мог справиться с простой инфекцией, которая перешла в воспаление лёгких Болезнь протекала столь стремительно, что врачи не успели помочь ему Льва Байнштейна не стало 14 марта 1990 года Актёру было всего лишь 49 лет Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, впереди много интересного!